15 год с дня заснования означали отрады оховы правопарадку Белорусского Республиканского Союза молодых. С момента заявления они сотрудничают с силовыми и правоохранными ведомствами. Как они сотрудничают с запарадками и какие обязательства выполняют, доведилась Вероника Гамзюкова. В советский период встретить на улицах народных дружинников было привыкло с правой. Сейчас они протягивают свое иснование, но уже как молодежные отрады оховы правопарадки. Сейчас в Гомельской области существует 63 отрады огромной количества около 1200 человек. Студент 4 курса Белорусского Державного Университета Транспорта Павел Цалко является командиром отрада. И он подает пример тем, кто только уступил в Рады Дружинников. Акция помощи пожилым людям. Помогали им до транспорта доносить покупки, которые они не могли донести. А одна женщина меня даже попросила, такая, давайте куплю даже билет, довези меня до дома. Я вот уже закупилась, не рассчитала свои силы. Вот классно, что вы мне помогли до транспорта, давайте я заплачу, там я плачу. Ну я просто ей помог довезти до дома, прям до подъезда донесся и пошел домой. Как стать бойцом молодежного отрады оховы правопарадки, кандидат не повинен иметь проблем с законом. Теории и практицы учат на тренингах, которые проходят на базе территориальных отделов внутренних справ войсковых часток, установы эдукации силовых ведомств. Как бы особых критериев нету, там, то есть какие-то нормативы выполнять не надо, там, физическое здоровье тоже сверхчеловеком быть не надо, просто вот достаточно захотеть где-нибудь участвовать. Сфера деенности представников МААП довольно широкая. Отповедное погоднение, например, подписано по Межсоюзам молоди и МНС. Воротовальники на базе своих подразделений научают молодь основам безопасности жизни деенности и правилам поводзены у незавычайной ситуации. А юнаки и девчата удельничают у профилактичных мероприемствах под гиды МНС. У студени яны разом ладили акцию «Осторожно, тонкий лед», подчас якой молодь расповедала своим находкам об небеспеции выходу на зимовые водоемы. Мы разработали собственные листовки, которые по выходным ребята, бойцы, они ходили, раздавали, они не просто раздавали, но и, конечно же, обязательно рассказывали своими словами. Потому что все-таки нужен определенный подход. Почему мы говорим «берем именно молодежь», потому что равный объясняет равному. Это им пригодится в любой работе, неважно, где они будут. То есть, возможно, они не продолжат, возможно, они не станут великими пожарными, но это все равно им пригодится. Бойцы МАПС упрацовничают и с Министерством внутренних справ. Например, подчас проведения массовых мероприемств они удельничают у Ахове правопарадку совместно с упрацовниками МУС. Так само они проводят рейды и помогают заховывать безопасность дорожного руха. Этим летом было тоже мероприятие Турслет. И там мы уже вплотную работали с МВД. Мы ходили в патрули. И, если что, то, что мы не могли решить, мы связывались с МВД. И приходили уже ребята в форме. Они уже могли что-то решать уже в той манере, в которой мы этого не можем сделать. До речи, на других европейских гульнях представники МААП будут допомагать правооховникам поддерживать громадский парадок у столицы. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадио компания Гомель.